Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из Иерусалима! У нас солнце, плюс 20, наверное, 5, жарко, мы сейчас ходили с женой, гуляли, как раз видели, как пасут овец, и я сфотографировал, сейчас размещу как раз в телеграм-канале Ваикра и в инстаграме Ваикра размещу иллюстрацию к предыдущим недельным главам. Мы как раз видели стадо овец, и были там и белый, и черный, и пятнистый, и пополам бело-черный. То есть были все рассветки, и было видно, действительно, насколько они бывают в разных рассветах, эти овцы, козы, и прямо иллюстрация идеальная под недельные главы, как Яков с Лаваном, когда жили, когда он работал уже за овец, и как Лаван ему менял оплату. Значит, а мы сейчас находимся в недельной главе Ваишлах. Значит, в предыдущих частях Яков, он шел к Лавану, он шел к Исаву, он подготовился, он молился, он разделил ладерь, он дал 10 стад взятки, 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 взятки. И, значит, когда они уже встретились, Исав вдруг почувствовал эмоциональную любовь, и его накрыло просто любовью, и он обнял Якова, и, значит, решил его не убивать, а простить. Значит, простил он Якова. И, значит, Яков выстроил всю свою семью, что он хотел вернуть Исава к служению Всевышнему. Я вам скажу, что главным критерием, который лично меня в религиозном обществе привлек, вот я скажу главный критерий, честно, кроме моего личного, там, молитва, я очень чувствую связь со Всевышним и так далее, но мне очень нравятся еврестии семьи, вот такие религиозные семьи, когда такие прекрасные дети, когда такие прекрасные отношения, когда все любят друг друга, когда, в общем, вот такая вот атмосфера такая семейная, да, шабаты совместные. И вот, значит, Яков этим хотел привлечь Исава, и он поставил своих жен, детей, сам встал спереди, и, значит, пошли они к Исаву, хотел он вернуть Исава к служению Всевышнему. И, значит, написано, подошли, швахот, служанки вначале, их дети, и поклонились Исаву. Исав такой, Чиндисхан, такой, он сидит на коне, вокруг его много воинов, и, значит, поклонились они, служанки, написано, служанки и их дети. И подошла также к нему Лея, это жена Якова, и ее дети. Значит, тоже написано, подошли они и поклонились. Потом, написано, подошел Юсеф и Рахель. Рахель, это любимая жена главная Якова, она шла последней, и везде написано, что вначале жены, потом дети. А здесь Юсеф, он обошел маму, и мама была в этот момент, насколько я помню, или была уже беременна, может, не была, нет, наверное, еще не была беременна. Но Юсеф встал перед ней, заслонил ее от Исава. И мы здесь видим, что как раз в момент, когда родился Юсеф, а Юсеф олицетворяет в еврейском народе вот этот вот знак бык, да, бык-шор, и Яков тогда почувствовал, что появилась сила, чтобы бороться с Исавом. То есть Юсеф, он олицетворял вот эту силу материальную, которая была равноценной силе Исава. И, значит, тут мы видим, что Юсеф обошел маму, закрыл ее и поклонился. Прямо Раша говорит, что это специально он так сделал, чтобы он подумал, что, а вдруг, Рахель была очень красивая. И за это он хотел ее защитить. И говорит Рашенам, что Юсеф заслужил благословение. И с тех пор, вот с этого момента, Айнара, злой глаз над ним не властен. То есть он этим своим поступком, он получил на небе определенную защиту. Значит, и сказал, сказал Исав. Он говорит, кто эти, кто эти все владеря? И сказал, зачем ты, а, это Исав в этом вопросе, он спросил, зачем ты мне посылал эти все подарки стада? А Яков говорит ему, отвечает, лимцо хен беней адуни, чтобы найти милость в глазах господина моего. Я сейчас вспоминаю, вспоминаю вот в притчах царя Славона, как раз я сейчас готовлю притчи о деньгах, о деньгах, о богатстве. И там есть такой отрывок в притчах, написано так, что Эвен хен шохат беней баалав. Вот видите, то же самое слово. Хен это как драгоценный. Эвен хен, камень приятный. Да, хен это приятный. Камень драгоценный. Взятка в глазах того, кто ей владеет. Этколь ашер ифне ястиль. В каждую сторону, в которую взятка человека поворачивает, он потом додумает себе, что это правильно. Теперь вот здесь отвечает Яков прямо конкретно то, что потом сформулировал царь Соломон. Он говорит, я тебе посылал подарки, чтобы найти приятность в твоих глазах. То есть взятка вот эта, она поворачивает. Человек сам не понимает, почему так потом он думает. Но конкретно, когда он получает желаемое, то, что он хочет, он начинает по-другому думать. Яков говорит, я посылал тебе, чтобы найти милость в твоих глазах, в глазах моего господина. Также он дает Исаву кавод. Кавод это тоже очень важная вещь, почет. Люди в этом мире все стремятся к почету. Всем людям это необходимо, чтобы их признавали, почитали, уважали. И он говорит ему, вот тебе смотри, я все для тебя. И сказал, значит, сказал Исав. Исав говорит ему, есть ли раф? Он говорит, есть у меня много, брат мой. Пусть будет тебе то, что твое. Он говорит, пусть твое будет у тебя. Исав ему говорит, мол, не надо мне даже твоих подарков. Хотел отказаться. Значит, а что ему говорит Яков? Айомар Яков. Говорит ему Яков. Альна имна мацати хэн бэйнехэ. Он говорит, пожалуйста, говорит, если я нашел милость в твоих глазах, возьми, пожалуйста, мои подарки из моей руки, потому что я увидел твое лицо, говорит, которое ко мне стало нормальным, хорошо так стал ко мне относиться. И как будто бы это было лицо Всевышнего. Всевышнего твое лицо ко мне. И говорит, и ты явил благоволение ко мне, терценик, ну, ты захотел меня, он говорит, возьми это все. Теперь давайте разберемся, почему Яков не хотел взять обратно подарки, почему Исав сказал ему то, что сказал, что есть у меня много. И... А, тут дальше надо дочитать. Еще одну фразу сказал Яков, ему очень важную. После того, что он сказал, что твое лицо было как лицо Всесильного, и, значит, и мне приятно, что ты захотел меня, что ты теперь на меня не злишься. И говорит ему Яков, как на Эдберкати, возьми, пожалуйста, мое благословение, то, что я тебе дал, потому что одарил меня Бог, и киешли коль, есть у меня все, он говорит. То есть Яков ему сказал, есть у меня много, а Яков ему говорит, есть у меня все. И просил его, и Исав принял. Давайте разберемся в этом их разговоре, и это очень важная такая вещь, которая имеет отношение, ну, это как законы, как работает мир. Значит, первое, значит, здесь, что Яков давал ему эти все подарки, и эти подарки повлияли на него, что он его простил. Потом, когда он его простил, он начал к нему хорошо относиться. Почему сказал Яков, что я увидел лицо Всесильного Бога? Потому что одно из имен Бога, это шалом. То есть шалом, мир, когда есть шалом, то это как раз одно из имен Всевышнего. И он говорит, когда ты на меня не злишься, когда есть между нами шалом, и когда ты, Исава, Исав, он был очень сильный, то есть его, как корень его души, там, я не буду ходить в эти все хасидуты и кабалу, но Исав, он был очень сильный, такой, как властелин этого мира. И когда у Якова с ним был шалом, он говорит, и это я как увидел лицо Всесильного, как лицо Ангела я увидел. К тому же он еще до этого, здесь еще один комментарий, что он воевал с Ангелом Исава, и он увидел этого Ангела. Есть, которые говорят, что он в этом намекнул, что я победил твоего Ангела. Ну, есть, которые говорят, что это был двойной смысл в этом, да? Ну, по-простому он ему сказал, что шалом – это имя Всевышнего. Теперь Исав говорит, бери, у меня есть много. Значит, те, которые… Вот у человека есть в этом мире какое-то количество имущества, которое ему принадлежит, которое ему принадлежит, которое относится к нему, да? Там какое-то количество имущества. Теперь, но Но все в этом мире относительно. Это еще Эйнштейн сказал, что все в этом мире относительно. И вот, например, если у человека 100, а он хочет 200, значит, сколько ему не хватает? Ему не хватает 100. Теперь, если у него 200, он получил 200, и он хочет 400. Сколько у него не хватает? 200. Есть у него 400, а он хочет 800. Сколько не хватает? 400. То есть, сколько бы ни было у человека, ему не хватает больше, чем не хватало до этого. Представляете, вообще, какая удивительная математика. И поэтому миллиардер, у которого есть уже миллиард, он уже не хочет миллиард, ему скучно, у него уже есть миллиард. Он хочет 2, он хочет 10, ему нужен прорыв, он хочет войти в историю. То есть, чем больше у человека есть чего-то, тем более возрастают его аппетиты, его желания. И он испытывает постоянный недостаток. Это то, что сказал Эйсав. Он говорит, есть у меня много. А Яков говорит, бери, говорит, у меня есть все. Что значит, у меня есть все? Человек, который испытывает состояние шлемута, шлемут это вот это вот как раз шалом, совершенство, цельность, да? Он понимает, что все, что у него есть, ему дал Всевышний. И это все, что есть, есть у кого-то больше. Если я буду с кем-то сравнивать, то обязательно у кого-то больше. У кого-то меньше. У кого-то две ноги, у кого-то одна. У кого-то два глаза, кто-то слепой. То есть, в любой ситуации все относительно. Что является для каждого человека главным мерилом, это состояние его внутреннего удовлетворения тем, что у него есть. Это то, что ему ответил Яков. Он ему говорит, есть у меня все. Теперь, почему он его просил, возьми, возьми, возьми. И даже когда Эйсав, дальше мы прочтем, что Эйсав ему предлагал Якову, давай я тебя буду сопровождать. Яков говорит, не надо, дети идут медленно, скот идет медленно, я должен обо всех заботиться, не надо. Эйсав ему говорит, давай я тебе дам охранников своих, чтобы они тебя защищали, пускай они с тобой идут, помощники. Яков говорит, нет, нет, спасибо, я сам справлюсь. Почему Яков отказывался от всего и наоборот просил Эйсава, возьми, возьми, возьми. Почему Яков ему кланялся и как бы он принижал свой почет относительно почета Эйсава. Здесь есть очень простая математика. Значит, в этом мире, помните, когда Яков шел, когда Яков шел, только он возвращался и навстречу ему шел Эйсав, он Всевышнему говорит в молитве. Он ему говорит, Катонте Миколя Хасадим, он говорит, стал я маленьким от всего того милосердия, которое ты дал мне. То есть он понимал, что вот он вышел, когда из дома своего отца, за ним гнались, его хотели убить, у него ничего не было. С одним посохом я перешел реку Ярден, он сказал. А сейчас у меня есть все. Он говорит, а заслуг-то у меня больше нету, то есть потенциал нарушен, я получил больше, чем я дал. И это значит, что сейчас оно должно каким-то образом подравняться. Он говорит, все, что же мне делать? И он вот здесь, есть Шлома Мелот в Мишле, в притчах, как раз он сказал одну такую вещь. Сане матанод ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Это продолжение отрывка, первая часть отрывка звучит так, что Буцея беца акер бейто. Тот, кто умножает наживу, и тот, кто алчный, он разрушает свой дом. Ве сане матанод ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Это же неправильно. То есть почему есть люди, кто такой, он алчный, он, значит, все в дом тащит, тащит. К нему бедные приходят, мне не дам, там, гости, не заходи. Значит, он весь такой, со всеми соседями в судах и так далее. Казалось бы, он делает все правильно для своего дома? Говорит царь Саламон. Он разрушает свой дом. Он свой дом этим поведением разрушает. Потому что он нарушает потенциал. Человек, который хочет только брать, такого не бывает. Этот мир, он очень уравновешенный. Теперь сане матанод ихье. Тот, кто даже подарки, он ненавидит. Он говорит, мне ничего не надо, у меня все есть. Я человек самодостаточный, у меня достаточно, мне того, что у меня есть. И у меня есть избыток. Зачем мне подарки? Мы видим такое поведение у двух самых великих пророков в истории Израиля. Один это был Машер Абейну. Он, когда он умирал, он сказал, я ни у кого ничего не взял. Ничего я не взял ни у кого за жизнь, чтобы даже там ослик, я только на своем ездил. На своих осликах. И пророк Шмуэль, он сказал то же самое, что я, говорит, ничего ни у кого не взял. Теперь, вот они создавали обратный потенциал. То есть, они давали, пророк Шмуэль давал всему народу Израиля, Машер Абейну давал всему народу Израиля. То есть, они наоборот создавали потенциал, когда они очень много выдавали. А как называется тот, кто дает и которому ничего не надо? Тот, у которого все есть. Это только Всевышний. То есть это качество Всевышнего, у которого нет недостатка ни в чем, и он только дает всему миру, дает возможности, дает силы, дает энергию, дает питание, дает, 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 дает. И тот, кто действует так, как Всевышний, он становится, как это называется, как праведник. Делай волю Всевышнего как свою, и у него появляется огромная сила влияния на этот мир. Поэтому Яков не хотел ничего брать от Исава. Вообще ничего не хотел брать от Исава. Сейчас. Он не хотел ничего брать от Исава. И спокойненько сказал, что все, мне ничего не надо. Есть у меня все. Хорошо. В общем, Исав с ним поговорил-поговорил. Яков ему говорит, вот, говорит, у меня дети нежные, скот маленький, я обо всех должен заботиться. То есть он брал на себя вот эти вот все трудности. Почему? Потому что когда ты... То есть, смотрите, человек в этом мире выбирает или удовольствие, или трудности. Если он выбирает все время удовольствие и убегает от трудностей, он создает потенциал, в котором он получил больше, чем у него в жизни было трудности. Чтобы это получить, неравновесие. Бах! Подравнивается все какими-то трудностями. Не дай бог там болезни, проблемы, скандалы и так далее. Теперь, если человек наоборот, у него много-много трудностей в жизни, да, ему так трудно, он там голодает. И потом, есть тоже в Мишле, в притчах есть один пасок очень интересный такой. Там дословно, я не помню, как звучит, но смысл такой, что для человека богатого и обеспеченного, для него даже мед уже его не радует. А для голодного, даже горькое, сладкое. То есть, человек, который, например, голодал, у него, и он радуется, у него там он нашел каких-то, заработал 100 рублей. Он, где-то он там покушал вкусно, где-то он выпил что-то такое интересное. И у него, прям вот эти вот моменты, они ему дают огромную радость. И сидят вот эти вот, которые, принцессы на горошине, да, я их называю. Принцессы на горошине, я как-то видел одно такое в Инстаграме, мне надо было про одного человека посмотреть информацию, и я посмотрел его аккаунт. И он говорит, ну, значит, был я в этом месте, ну, искал, искал, ну, ничего не нашел плохого, да. То есть, как бы, вот, есть люди, которые изнеженные, да, они, то есть, любое пятнышко, оно вызывает у них уже страдания. Как принцесса на горошине, у нее была горошина под 20 матрасами, она доставляла ей боль. Теперь изнеженный человек, ему, что еще радость доставит? 21 матрас, 22 матрас, 23, что ему может радость доставить? Уже ничего. Понятно, да, идея? И, значит, вот правильно Максим говорит, 11 километров утром пробежал, ледяной водой облился, на контрасте потом весь день хороший. А если еще поголодать полдня и потом взять какой-то там еды кусочек, и ты просто от этой еды получишь взрыв такой и вкусовой, и эмоциональный, и радость, и всего. Понятно, да, идея? Вот так работает закон равновесия. Значит, поэтому Яков сказал, он все время заботился, заботился, заботился и говорит, иди, мне ничего от тебя не надо, все. Ничего тебе не надо. И ушел, значит, ушел Исаф. И последнее, то, что в этой главе, в этом сегодняшнем отрывке очень важная такая интересная идея. Пришел потом Яков в город Шхем, купил он кусок земли, поставил там, на этом кусте земли. Он поставил, вот тут последний отрывок сегодняшнего дня, очень интересный. О нем очень спорят, прям страницы есть в Талмуде. И он в том месте, уже в городе Шхем, он установил там жертвенник и назвал его Эль, Эль это Бог, Элокей Исраэль, всесильный Израиля. Теперь, вот эта вот непонятная фраза, потому что идет подряд три слова. И назвал его, то есть Яков поставил жертвенник и назвал его Эль, Эль это Бог, да, одно из имен Всевышнего Эль, сила дословно переводится. Элокей, всесильный Исраэль, Израиля. Кто кого назвал? Или Яков назвал жертвенник. Но тогда непонятно, как он назвал жертвенник Богом. Или и назвал его, кого его, Якова, Эль, назвал его Богом. Кто назвал? Элокей Исраэль. И назвал его, может быть это Яков назвал Бога, Бог Израиля. Вот есть три разных варианта понимания этих трех слов. И назвал его Бог всесильный Израиля. Бог, Бог всесильный Израиля. То есть непонятно, что здесь было сказано. Раша тоже это все рассматривает по-разному. Давайте посмотрим, что нам говорит Раша. Классика. Значит, Раша нам говорит так. Это не означает, что жертвенник назван Бог Израиля. Раша говорит, эта идея неправильная. Но, значит, Всевышний благословил, он его спас. Было чудесное спасение. И он построил жертвенник в связи с этим чудом, чтобы это служило восхвалением Всевышнего. И тот, кто есть Бог, Святой Благословен, он, он Бог, а мое имя Израиль. Он Бог мой, а мое имя Израиль. Значит, он назвал это место, что Бог, Бог всесильный, и он Бог Израиля. То есть, он назвал это место, как бы вот такое дал ему название. Мне кажется, лично мне кажется, есть еще одна версия, которая мне очень нравится, да? Что это Бог назвал, вот тут Раша тоже приводит эту версию, что Бог назвал Яакова, Эль. Он сказал, что в тебе моя сила. То есть, я с тобой соединился, Бог назвал его, назвал его, Яакова, Эль. Эль это тот, кто носитель силы Бога, а кто назвал? Элаке Израиль, Бог всесильный Израиля. То есть, в момент, после всех этих событий, когда Яаков прошел все эти испытания, то он соединился со Всевышним, и получается, что называется Бог Израиля. А кто такой Израиль? Это Яаков. Представляете, один человек, один человек, вот мы сейчас читаем историю человека, который настолько сильно соединился с Богом, что теперь его именем называется Государство Израиля. Его именем называется Народ Израиля. Весь народ, все поколения называются Бнеисраэль, Сыновья Израиля. То есть, насколько это была великая личность, который, и вот мы сейчас про него читаем, величайшая личность, которая изменила историю человечества. И он говорит, как он себя ведет? Господин Моисап, я за детками должен ухаживать, я за овечками должен ухаживать. То есть, никаких там нет понтов, никаких нету там каких-то, значит, сверх побед, войн и так далее. Есть служение Всевышнему и нормальная человеческая золотая середина во всем. То есть, понятно, что вот это вот главная суть Израиля. Все, всем удачи, успехов, чтобы мы с честью несли вот это вот имя и учение Израиля, да, Яков Исраэль, чтобы мы изучали Тору и чтобы мы, есть такой закон, дела отцов, знак для сыновей, чтобы мы очень, не просто читали, изучали Тору, а чтобы мы жили по Торе, чтобы мы могли сказать, что Бог Израиля это наш Бог, и чтобы мы вот во всех ситуациях находили, как Яков находил, золотую середину и максимально правильную модель поведения, чтобы мы тоже были, включая, надо быть проще к людям, чтобы мы были попроще к людям. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов.